То есть это универсальное средство, если горло болит, поскольку содержит йод, убивает и бактерии, и глибки, и вирусы. Вице-премьеру показали, что производят на одном из крупнейших фармацевтических предприятий региона. В большинстве своем это известная аэрозоли, к примеру, препарат от астмоса льбутамол, которым болта и витамины успешно замещают немецкие аналоги. Уже после экскурсии губернатор предположил, что Бейск может по праву считаться не только наукоградом, но и фармаполисом, так как его предприятия вносят значительный вклад в развитие фармацевтической промышленности России. ВАВАР крупное предприятие работает, тоже более полутора тысяч работающих, и продолжает реализовать инвестиционные проекты, связанные с производством лекарственных препаратов в твердой форме. Вообще около 20 предприятий в Алтайском крае имеют лицензию на производство лекарственных препаратов, поэтому в этой части и многие из них сконцентрированы как раз здесь, в Бейске. Побывал Денис Мантеров и на Бейском олеумном заводе, где знакомился с тем, как реализуется инвестиционный проект по наращиванию мощностей предприятия. На развитие некоторых направлений завода выделят порядка 15 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер. Я убедился, что коллеги подготовились качественно к реализации этого инвестиционного проекта, и сегодня мы с руководителем предприятия, я с собой пригласил руководителя колдинга «Техмаш», договорились о повышении на 30% заработной платы на предприятие. Мантуров, по сути, побывал практически на всех крупных промышленных предприятиях региона. Такую возможность вице-премьеру смогли предоставить, организовав выставку, где руководители заводов и фабрика Алтайского края рассказывали об успехах и демонстрировали свою продукцию. Кстати, многие активно участвуют в разного рода федеральных программах. К примеру, БТК получил 3 миллиарда рублей из фонда развития промышленности, благодаря чему удается обновлять производство. Мы сегодня осуществляем уже частично, автайское производство обновили, на выпуск 12 миллионов погонных метров свой парк остановочен. Вице-премьер отметил, что инвестиции от Минпромторга получат сразу несколько предприятий края, среди которых Рубцовский машиностроительный завод. Общая сумма инвестиций в промышленные предприятия составит 26 миллиардов рублей. Практически, наверное, по всем предприятиям, с кем мы сегодня общались, мы видим, во-первых, заинтересованность в развитии, а во-вторых, понимание того, какими инструментами можно воспользоваться совместно с региональными мерами поддержки и федеральными. У региона большие перспективы и хороший потенциал, отметил вице-премьер. А губернатор добавил, что итоги 22-го года в крае были неплохими. Рост в сфере промышленности составил 2%, а уже за первое полугодие 23-го – 7,5% к уровню прошлого года. Предприятия КРА за счет поддержки от федерального центра решают важные задачи по импортозамещению. К тому же, в регионе идет и большая работа по решению одной из главных задач – привлечению кадров на промышленные предприятия. Татьяна Голубева, День Столком.